Террорист Игорь Стрелков-Гиркин получил 4 года колонии общего режима. В четверг, 25 января Мосгорсуд признал его виновным по статье об экстремизме. В апреле 23 года Гиркин объявил о создании Клуба рассерженных патриотов. Поскольку РФ, по его словам, движется к военному поражению, и россиянам нужно вместе встретить штормовой ветер, который хлестнет им в лицо. Сам Гиркин не признал своей вины. «Служу Отечеству!» Такими словами он отреагировал на приговор. Тем временем у здания суда собрались его сторонники. А жена Гиркина, Мирослава Регинская, объявила своего мужа политзаключенным. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и еще в августе 23 года российское следствие засекретило уголовное дело Гиркина. Поводом для преследования властями РФ назывались два поста в телеграм-канале Гиркина 25 мая, в которых говорилось о подготовке к сдаче Крыма и о том, что семьям мобилизованных 105-го и 107-го десантных полков РФ не платят. Тем временем под зданием Мосгорсуда начали задерживать протестующих. Вы считаете упалить заключенным? Сегодня будут салютки ее пускать. Урага наконец-то посадили. Позор этой власти. Надо понимать, что сегодня посадили не только Стрелкова, лидера русского мира. С ним вместе в тюрьму пошла Россия. И сегодня пошел обратный отсчет либеральной власти под названием РФ. И началось, хоть и нам и не видно сейчас, многим русскоговорящим, которым еще предстоит стать русским и сдать тест на русскость, своими поступками жизненным путем, своей кровью и жизнью. Но впереди идет возрождение России. И сегодня начался отсчет этого пути, который приведет к возрождению нашей страны и нашего народа. Это возрождение России. Что это означает? Это означает, что Путин превратил всю россиянскую систему в симулятор. Вначале были симуляторы выборов по низам, потом в районах, в властях, потом он сам стал симулятором. Сейчас практически в России нет политической жизни, нет политической системы. Все политические субтитры являются симуляторами и самим себя. Вот если пусть сейчас идет война, то называется специальная военная операция. Я тоже называю ее освоить. Странная военная операция. Вот она идет. Казалось бы, кто собьют наш А-50, кто собьют Бил-22, Бил-22, Бил-22. Казалось бы, вот место для кого. И повод для заседаний в Госдуме, Комитета по обороне Государственной Думы, Комитета по обороне Соединенной Федерации. Вы что-нибудь слышали, какими телодвижения вот этих народных избратьев? Стыдно, стыдно жить в этой стране, когда такое происходит. Говорят, знаете, не стыдно, что я русский. Нет, мне не стыдно, что я русский. Но с этой властью жить стыдно. И вот и сейчас это день позорный день. И это праздник сейчас на Украине. Мы идем в подарок за подарком. Лучшие люди сидят. Вы в поддержку сегодня пришли? Конечно. Тортьюфу орден мужества, а Дон Кихот в Лефортове. Кроме, знаете, кроме нецензурных слов ничего нет. Это власть расписывается в своем бессилии, в страхе. Если у вас 78% или сколько там, чего же вы боитесь-то? Все, что же вы относитесь? Письмо Гиркина, которое попало в сеть, и Мэш, если не ошибаюсь, про кремлевский телеграм-канал опубликовал. Там практически два слова. Соловьев, 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 Соловьев. Это подтвержденное письмо? И действительно ли Гиркин считает, что его пытают Соловьевым? Вам что-то известно об этом? Ну, вы знаете, вообще звуками в тюрьме пытают. Видите, об этом тоже Алексей Навальный писал. И сейчас его пытают шаманом. Да, я русский. Вы знаете. Вчерашки его, да? Да, я русский. Которого в свое время обвиняли кремлевские жены в русских маршах, значит, теперь под песней «Я русский». Ну да, ну да. Собственно, кнопок в тюрьме немного. Первая, вторая, четвертая. И, собственно, все. А если, я так думаю, долго не переключать телевизор, там будет один Соловьев, ну да. Ну да, Гиркина пытаются Соловьевым, а многие получают удовольствие. Ну да. А Гиркина можно отнести к политзаключенным? Учитываясь. Какой хороший вопрос. Слушайте, ну смотрите, у нас нет четких критериев, по которому один человек считается политзаключенным, а другой не считается. Принято мнение мемориала считать по этому поводу самополагающим и самоавторитетным. И да, действительно, мемориал признает политзаключенными после долгого изучения дел, да, людей. Мемориал не признает Гиркина политзаключенным. А вот Алексей Навальный считает, что он политзаключенный. Ну не будем же мы за этого драться, да. Я думаю, что не будем. У Алексея рассказывает, да, почему, почему он считает Гиркина политзаключенным. Я его не считаю политзаключенным, потому что не хочу. И мне кажется, аргументы, ну здесь, их можно приводить, а можно нет. Мне кажется, не хочу этого достаточно. Ну после Боинга, после Боинга, после того, как человек много раз говорил с гордостью, что он развязал войну. Пошел к черту, да, он развязал войну. Но я, например, поддерживала Дмитрия Демушкина, когда он сидел в той же К2 в Покрове, потому что, да, его убеждения, мягко говоря, мне совсем не близки, а прямо скажем, противоположны. Но сел-то он за убеждения. Он сел-то насчет свободы слова. И он не сбивал Боинга, не начинал войну. Поэтому Демушкин для меня был политзаключенный, без вопросов совершенно. Спрашивают об отличии женских и мужских зон и как чувствуют себя женщины-политзаключенные, с какими сложностями, проблемами сталкиваются они. И там тоже существуют вот эти иерархии среди заключенных, назовем это ворами в законе. Как вообще происходит все на женских зонах? Ну, если женская зона, это вообще другое. Просто другое. Другой мир, другая вселенная. Если вы знаете мужскую зону, вы ничего не знаете о женской. И наоборот. Там, конечно, есть иерархия. Она такая очень усредненная. Но иерархия, это же, в общем, отражение понятий. А в женской зоне понятий нет. Вообще нет. Ну да, в женской зоне есть рассказы про каблов. Там все понятно. И каблы занимают верхнюю ступень и иерархию, не нижнюю. Но это все очень и очень условно. Женщину гораздо труднее уговорить сопротивляться, если у нее есть заложники, дети, родители и так далее. Ну и, знаете, если честно, вот так между нами говорим, если в мужской зоне отключить горячую воду на неделю, ну, мужик почешется. А женщины, например, могут в какие-то дни не встать просто с кровати, да, и за что получить там все на свете. Просто другая физиология. Поэтому женщина, в принципе, она вот каждая за себя. Там не бывает бунтов на женской зоне. Это не хорошо, не плохо, это так. Причем я бы не сказала, что женщины более податливые. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Скорее наоборот. И в женских зонах жестокости, иногда поболее, чем в мужских, но это, что называется, между собой. И по-прежнему отношение к дет-убийцам одинаковое. Ее могут утопить в тазике всем бараком и потом это списывать. То есть дет-убийца обычно скрывают. Обычно у нее там статья за дет-убийство, а ее выдают просто за убийство. Да, и она старается это скрывать, потому что будут большие проблемы. Ну, и я хочу сказать, что в женских зонах проходит тоже вербовка Министерства обороны. Женщины идут на войну и в пабликах уже публикуются, собственно, в разных пабликах женские трупы погибших на войне, они штурмовички. Ну, и, кстати, сказать, самое главное сейчас отличие женской зоны от мужской, то, что в женской зоне нет запретов, но именно потому, что нет понятий и нет мобильных телефонов, нет наркотиков, нет мобильных телефонов, нет водки. Каждая сама по себе. Из-за этого нет. И поэтому здесь, конечно, чистый эксперимент. Они получают информацию только с телевизора. И у них кино патриотическое, да, специальные показы. И вы знаете, они все идут на фронт не за свободу. Мужики идут за свободу, не за деньгами, не за чем только за свободу они идут. А женщины идут, чтобы умереть, как Зоя Космодемьянская. Мы все хохотали над Мединским, его поделками. А это не для нас, не малость. Снималось для них, и они хотят умереть, как Зоя. И поди ты им скажи, почему крестьяне подмосковные сдали Зою Космодемьянскую, собственно, полицаем. Потому что она дома сжигала, да, поджигала дома в мороз, в крещение. Я думаю, что они либо сильно удивлятся, либо оправдают. Они хотят умереть. Они реально хотят умереть. Это пропаганда, совершенно в чистом виде. Они вот настроены отдать жить за Родину, за Путина. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok